Я лично вважаю, что этот движок остался до конца святым революционным движением, даже если после смерти Леніна был очень четкий поварит, Сталин, который был надзвичайно разумным человеком, что шляхи революции, такими их придумал Ленін, не могли продолжать, не могли функционировать дальше. Поразка немецкой спроби у жовтні 23-го року, ця поразка довела ему, что нужно менять тактику. Сталин, который был великим реалистом, который расценивался все только в размере связи с силой, то есть кто сильнейший, решил, что никогда не пролетарии в Оксидане не смогут выполнить революцию. Они живут слишком хорошо для этого. У нас есть звит посланника Коминтерна до Франции 22-23-го роков. И его звит, в своих звитах, он каже, у этой страны неможливо делать революцию. Ребятники надто в хорошем состоянии. Они очень хорошо живут, до них ставятся надто добрые. Плюс до этого, после первых сюрпризов, после первых открытий 17-18-19-го роков, уряды очень хорошо понимали большевистскую загрозу. И они нередко достаточно жестко отреагировали. Коммунисты были або снищены, або подданы репрессиям. И Сталин очень хорошо понимал, что этим шляхом больше не можно будет продолжать. Таким образом, нужно было найти другой выход. И этот выход, в основном, этим выходом должна была стать міць радянской державы. Військовая сила. И Сталин был очень хорошо знал, про что шло. Он был достаточно большим responsable для уничтожения революции Русь в 1920-м году. Великой мировой был ответственным за поразку радянской армии под Варшавой в 1920-м году. Это, кстати, одна из причин его конфликта с Троцким и Тухачевским. Он командовал Фронт Сюд. Он был ответственным за Певденный фронт в атаке на Варшаву. Он получил обязательства вернуться к Варшаве. Он не получил обязательства этого обязательства. Поляки смогли перегруппироваться, собраться и спромехаться на известный наступ на Весли. Сталин не отказал никогда эти факты. Сталин никогда не визнавал властных помилок. Но он выносил уроки из этих помилок. И так, все работы с 20-30-м годом было что? В чем была его работа в 20-30-м годах? Делать большую армию механизированной, способной обладать социализм. Полякала в создании большой механизированной армии, которая могла нести социализм дальше. Мы имеем документ, что это удивительное. Иснует надзвичайно цикавый и дивный документ. Один из тех редких документов, где видна чиста думка Сталіна. Цей документ был открыт после распада Радянского Союза. Это журнал Димитров, официальный главный комитерн. 7 середина 1939 года, Димитров был пригласен к Кремле, и Сталин ему объяснил, что происходит. Потому что Димитров, не более чем Торез, не понимал, что происходит с Пакт Германово-Советикой. Потому что Димитров, так же как и Торез, не понимал, что происходит за Пактом Молотова-Нербентропа между Немецким и Радянским Союзом. И Сталин очень четко объясняет Димитрову, что будет делать. Мы поддерживаем немцев. Мы поддерживаем немцев. Поддерживая немцев, мы провокируем войну между Немецким, Францией и Великобританией. Эта война будет дать лет. Империалисты будут скупизировать. Империалисты не кровлять один одного. И так же, как в 1917-1918, когда они будут уже совсем скупизированы, а мы хорошо подготовимся, тогда мы пронесем социалистическую революцию до Парижа. И это еще подтверждено через другой документ. Лучше через эту сволоту Черчилля, который высадился в Нормандии. Если бы не он, мы бы подошли до Парижа. Это абсолютно четко, абсолютно зрозумело и реально. То есть, конечно, чтобы обладать этот проект, нужно для людей, Сталин очень хорошо понимал, что такие операции не можно делать только на папере. Надо мобилизовать массу. И так же, он, очевидно, мобилизовал российский национализм, великой российский национализм, даже не национализм, а можно сказать, империализм. И вы львы суби. И жертвой, какого, власне, вы и были. И, часто, ла дименсион русска каши ла дименсион революционер. И цей радянский, российский вимир, часто приховывав революционный вимир. Но революционный вимир остается основным. У всех странах, контроль над которыми взял Радянский Союз, втиливают в действие социализм. Заперечивают, знищивают приватную властность. Створюется единая партия. Приносится марксизм-ленинизм. Это и есть большевицкая революция. Я не знаю, насколько Ленін был бы сгидный с всем этим. Но я вам напоминаю, Сталин был старым большевиком. Он был членом Центрального комитета в 1912 году. В той час, когда этот Центральный комитет нараховывал не больше 10 человек. Это Ленін, лично, который назначил секретарь-генерал. Ленін лично призначил его генеральным секретарем. И в этой знаменитой декларации, которую мы называем «Тестамент Ленін», он цит Сталин в голове как свой эвентуэль сексессор. Він згадывает про Сталіна одним из первых, как одного из своих наступников. Alors, bien sûr, в последнюю секунду, в последнюю секунду, он дадает небольшую нотатку, несколько рядочков, который говорит, «Ну, возможно, Сталін надто брутальный». Можливо, это не самый лучший кандидат. Но это слишком поздно. Сталин уже понимал, с автюн 1922, что его начальник уже вмираючая людина. И он уже начал все забирать в свои руки. То есть я особисто на все тих архивы, которые я бачил, в частности, на уровне Коминтерна, цей рух лишился международным революционным рухом, который спирался великой мировой, начи от сталинской эпохи, на партию Держава Радянский Союз, финансировал все эти коммунистические партии, надавал им оружие, когда это было нужно, формировал все коммунистические европейские, эст, уэст, были формированы в москве в 20-30, вси кадры коммунистические европейские, захидно-европейские, схидно-европейские прийшли навчання у Москве у 20-30-х роках. Велика кількість китайских, вьетнамских комуністических кадрів також навчалися в Москві у 30-40-х роках. И тут також архивы розбивають інший міф, митологию Мао Цзедуна, який стверджував, що китайська революція була революцією абсолютно незалежною від Москви. Московські архіви теж проливають світло на це питання. Це вже проблема китайців. Вона той самої природи, що є проблема компартії Франції. Китайські архіви є повністю закритими. У московських архівах є дуже багато чого про китайські архіви. Так, з'ясовується, що у Сталіна було кілька кандидатів на керівництво КПК Китаю. Мао Цзетун отримав преференцію Сталіна досить пізно. І, зрештою, на дуже практичну причину, йому просто вдалося захопити радіоприймач з Москвою, тобто забезпечував зв'язок з Москвою. І тому він мав цей привілейований зв'язок. І оскільки він, власне, піддавався, повністю виконував накази Сталіна, Сталін сказав, ну чому і не цей, побачимо далі. Якщо він задовільно буде справитися зі своєю роботою, тоді ми його залишимо. А якщо ні, тоді ми його ліквідуємо і поставимо когось іншого. Моя особиста думка це загальне бачення комуністичного руху революційний, міжнародний. І це ця революційна мітологія, яка була розчинною силою цих людей. Сталін був всього-навсього достатньо розумним. Щоб асоціювати, я навіть би сказав приховати революційний рух за мітем Росії, за іміджем Росії. В результаті у нас є багато на сьогоднішній день наших колег дуже великих спеціалістів Росії які кажуть, але не, це не було які кажуть ні, комунізм нічого не значив. Це вічна Росія. Я не можу погодитися з цією думкою. Там був придуманий тоталітарний режим, яка була великим новоутворенням ХХ століття, яка була скопійована і яка продовжує ця. Достатньо поїхати під час відпустки до Північної Кореї. Дуже симпатичне і дуже демократичне місце, де ви зможете наяву дотропнутися і побачити, що таке тоталітарний режим. Де продовжують люди гинути з голоду у момент даний момент, в який ми зараз спілкуємося. Ось такою є моя думка, я можу зрозуміти, що вона може видатись дивною тут. Де люди бачили, очевидно, пережили комуністи, які були росіянами. Мали намір анексувати Україну. Знищили українські еліти. Перехопили, перетягли до Москви певну частину еліт. Плюс до того ж, спробували накинути іншу мову. І марксизм-ленинізм. І я тут думаю, маю таку думку, згадую про всіх викладачів марксизму-ленинізму, які опинилися без роботи у всій центральній і східній Європі. Це справжня трагедія для них. Дякую. Дякую. Дякую.